И Бонни... Иди сюда и поцелуй меня в жаркие уста. Романтики хочется. Бонни, 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 Бонни. Когда произносишь это имя, ты не думаешь, что это кто-то другой. Ты всегда думаешь, что это кролик. Конкретные милые, хорошие, местные кролики, которые кушают морковку. Но на самом деле это жесткие пацаны, которые вхерачат детей и играют на гитаре. И сегодня герой недели является один из таких представителей. И это Бонни. И первый нас на очереди это Спринг Бонни. Это самый первый Бонни из всех пиццерий Фредди Фазбер. Он был первый показан в мини-игре во ФНАФ 3. И больше о нем ничего не... Это золотой кролик с фиолетовой бамбочкой и желтой гитарой. Всего было два вида костюма. Один на аниматронике, другой для съемных. Это использовалось в Фредбер энд Фрэнс для развлечения аниматорами при помощи куклы. И этот Бонни повлиял на дальнейшие события ФНАФа, что сделав Автона золотым кроликом, который совершал убийства и тому подобные действия. Так что можно считать, что этого Бонни можно считать прародителей всех видов последующих Бонни и всей серии ФНАФ. По счету это Бонни из ФНАФ 1. Его внешне синий-сиреневый кролик-аниматроник носит красный галстук-бабочку. Играет на гитаре в музыкальной группе аниматроников. Перемещение, обеденный зал, помещение рядом со сценой, западный коридор, служебное помещение, угол западного коридора. Обычно из всех аниматроников первым начинает двигаться именно Бонни. И он всегда держится левой половиной ПЦИИ. Бонни единственный персонаж, который появляется в служебном помещении и в углу западного коридора. Он передвигается намного быстрее, чем Фредди и Чика. Отсюда и слухи о его способности телепортации. Бонни всегда входит в офис заванной половины пиццерии. Причем всегда появляется в дверях, когда свет включен. Из всех аниматроников Бонни сложнее всего заметить на изображениях с камер. Похоже, он умеет их отключать. Если он входит в офис, когда монитор поднят, он издат тревожный стон. Следующий у нас на очереди это Той Бонни. Его внешность. Этот Бонни сделан из блестящего пластика. У него есть верхние зубы. Голубой кролик с зелеными глазами, красными щечками, красный галстук бабочка. Сам он голубой. Я бы скорее села на тебя, сладкий. У него белый хвостик и белый пушочек на животе. Есть гитара, брови, перемещение, сцена, комната для вечеринок 3, комната для вечеринок камера 4, комната для вечеринок камера 2, первая вентиляционная шахта, офис. Игрушечный Бонни обычно приходит в движение раньше всех остальных аниматроников, но менее активен в последние ночи. Поломанный Бонни. Его внешность. Огромный синий кролик, только у него нет морды и левой руки. Также у него есть две пуговки и красный галстук бабочка. Его перемещение, мастерская, главный зал, комната для вечеринок, левая вентиляционная шахта, офис. Еще поломанный Бонни может войти в офис из коридора, перед офисом. Поломанный Бонни нельзя увидеть, включив свет в злепой зоне лево-вентиляционной шахты. Начиная с третьей ночи, поломанный Бонни очень активен. А еще он хочет себе лицо. Порой в левой части офиса можно увидеть аниматроник, известный под именем R-W-Q-F-S-F-A-S-Q-C. Или тень Бонни. После слишком долго смотреть на R-W-Q-F-S-F-A-S-Q-C игра может закончиться. По внешности это обычный той Бонни, только черного цвета, с белыми глазами и белыми зубами. Он появляется во ФНАФ 2 в офисе, в мини-играх ФНАФ 3 и Ultimate Custom Night во ФНАФ 7. Есть несколько теорий про этого человека. Он, у него нету тела, он помогает детям в мини-играх, а также аниматроник «Тень» как-то связан с убийцей. Обратите внимание на фиолетовую окраску аниматроников «Теней и убийц». И самый страшный из Бонни это кошмарный Бонни. Его внешность. Бонни все такой же большой синий сиреневый кролик, но некоторые его части, например зубы и когти, непомеренно увеличились. Похоже, единственная его часть, оставшаяся целой и без пророк, это красный галстук бабочка. Его перемещение. Кошмарный Бонни появляется в левом коридоре и может напасть либо оттуда, либо из центра спальни. Он нападает в спальне только если вы долго не проверяли левый коридор. Кошмарный Бонни очень активен в первые несколько ночей. Также у него есть кошмарная версия на Хэллоуин 31 октября. Следующий на очереди Бонбон и Бонетта. Внешность Бонбона. На руке веселый Фредди кукла-марионетка, очень похожа на игрушечного Бонни. Это синий кролик с розовыми щеками, носит красный галстук бабочку. Бонбон проигрывает аудиозапись Майскот Респенс Аудио, уговаривая Фредди успокоиться. И тогда Фредди возвращает свою сцену в помещение с выключателем. Еще вы слышите зловещие хихихонь Бонбоне, когда пытается извлечь из него блок питания с мастерской. Внешность Бонетт. Неизвестная кукла-марионетка, очень похожа на Бонбона. Это розовый кролик с розовыми щелками, носит красный галстук бабочка. Появляется вы своей ночи, когда Бонетт вбегает в офис, щелкните ее по носу, чтобы остановить ее. И это все ее появление, больше ее не видим на протяжении всех игр до ультимета Кастом Найта. Она там тоже есть. И тоже надо щелкнуть по носу, когда она проходит мимо. И самый последний из Бонни это Рокстар Бонни. Его внешность. Рокстар Бонни представляет из себя синий фиолетовый аниматронико кролика. Зелеными глазами, пультурными тенями, румянцами, пластинами на коленях. Он имеет по пять пальцев на руках и четыре на ногах. Пальцы на ногах отличаются с сиреневого цвета. У этого аниматроника есть две золотые звездочки на груди и красный галстук бабочка, чуть выше. В руках держит красную рок-гитару, которая также держится на нем при помощи черного ремня. В Рокстар Бонни появляется Фредди Фазбер Пицца Симулятор и Ультимет Кастом Найт. В симуляторе Рокстар Бонни предоставлен в качестве аниматроника объекта, достойный покупки в режиме каталога. Ультимет Кастом Найт, он появляется в офисе и ты должен покаменно найти его гитару, тогда он тебя облагодарит. На самом деле, последний Бонни это Гломрэк Бонни. И практически про него ничего не известно. Кроме того, что это Бонни, у него была своя гримерка и у него есть Боулинг Бонни сам. И то, что он уходил с гримерки, и то, что его там Глэм, подожди, как его, Монти загасил, тоже известно. По-моему, по теориям, то, что Монти его загасил под взгляд Ванессы, потому что Бонни знал, что творилось под Пиццеплексом. И поэтому его загасили. Если про внешность, это голубой кролик с ушками. Ну, короче, это стандартный кролик, только под Rockstar. И на этом всё. Ну, вот на этом всё. Мы узнали про всех Бонни. Если вы думаете, что я не указал Спрингтрапа, он будет. Он для меня как-то отдельный аниматроник от всей этой серии Бонни. Поэтому мы узнали про всех Бонни. Я рассказал, если хотите, вторую часть про Бонни я расскажу в подробности. А всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok